всем приветик кто по мне скучал и не только я по вам очень соскучился сколько меня уже не было больше двух недель наверно что сегодня почитаем комментарии уже сто лет их не читали у краткое предисловие я был в сочи вы знаете в питере в питере там не было возможность писать видео монтировать как-то особо ну расскажу еще давайте читать начнем с христолюб лайф вы смотрите этот ролик потом на христа любит там набралось даже не знаю в один в один-то вместе светило любви пишет христолюб ты куда пропал давай ангелов дам если душа одобрит выходи на связь норм все тебя любит дай бога брат настоящего отца напитай нас мы голодный спс ну вот этот вот светило любви куда пропал но вот я отвечаю да я в принципе на был прям комментарий прочитать его первым я вернулся из питера в воронеж вчера я прилетел вот пока поспал пока там дела кое-какие надо было сделать но и сегодня уже вот записал три ролика благотворение сейчас вот на вопросики поотвечаем потом я буду монтировать по питеру у меня получилось так интересно много роликов но я хотел их смонтировать я хотел там кое-что показать путь вот это все и поэтому хотя в принципе ты из одного ролика там стопор встала и остальные не стал выкладывать но мне хочется вот сделать потому что может быть кому-то это все-таки ролики на ю тубе в разных местах вылазит кому-то может будет интересно таки я тоже разные вещи смотрю да про путешествие там вот и мне хочется все сделать ну как я хочу как могу качественно там показать путь и все такие вещи вот так что скоро вы увидите по питеру я выложу ну по благотворение от выложил один я хочу там кое-что взаимные проповеди а участие в проповеди выложить ну и я зав ну пару дней в воронеже побуду кое-какие дела опять поделаю соберусь и поеду в пузево ну там август сентябрь пока тепло там проведу а на холодный период вернусь вот сюда в воронеж к отцу вот в эту квартиру здесь у меня вот комнаты есть вот буду здесь наверное зимовать ну а пока еще тепло хотя сегодня в воронеже не очень тепло я поеду в пузево буду там будьте опять мои ролики созерцать на фоне природы вот такие вот дела ну что меня все любят и ты в частности но спасибо люблю всех особенно врагов но жалко они потом мрут уже столько устал видеть это про могилы и сколько их сказать даже неприлично а погибли лишь от войны против любви бога ведь самое опасно во всей вселенной это убийство бога то есть убийство любви ведь любовь это он и есть вот в чем опасность всем любви но я отставлю одобренные комментарии олеся light пишет я вообще не понимаю почему возвеличивают питер питер но обычный город ничего впечатляющего пиар не нравится никогда не нравился никогда олеся но я не возвеличиваю на самом деле тоже ролики эмоциональные я по путешествию кстати хочу отдельный ролик тоже записать но свои мысли как я люблю нахоту сердце своего открывать это всем кажется я такой вот радостный там счастливый гуляю там бегаю по питеру это лишь эмоции во первых раз почему и полезно всегда вот эта смена там обстановка любому человеку на самом деле да действительно не столько в само все это важно что ты там видишь а сами эмоции которые в тебе чувствуют это ну как гормоны которых тебе выделяются возможно от этого вот эта смена обстановки да она как бы сама полезна по поводу питер там возвеличивает но я не я уж не помню что и что и там конкретно олесе не понравилось нет питер интересный город я говорю я в принципе могу и а питере может еще запишу и о путешествиях я лично его не возвеличиваю а и в эмоциях я что-то мог говорить и понятное дело всегда мы все это все знаем я не для кого никаких истин не открываю вы тоже люди тоже жизнь пожили до отдыхать не работать это раз где бы то ни был да вот и прочие вещи все эти и истины прописаны они вам всем известны вот поэтому я там в принципе ничего такого не не возвеличил конечно на эмоциях я мог что-то такое говорить почему нет я отдыхал и смотрел и было солнышко было тепло так что я его учу я его там не возвеличивал да ну или по крайней мере в сердце своем дух вода кровь бабушка сладко говорит но ереси много не зря апостол павел говорил волею божьей что женщине надо учить да еще мужчин у них это плохо получается и тому пример это бабушка будет нехорошо если кто последует ее учение отойдет от учения иисуса христа спаси боже нас от сладки от таких сладкоговорящих на уводящих от твоей правды во имя иисуса христа аминь но бабушка это вы знаете я говорю вот в жизни надо научиться и стать совершенным в каком еще направлении или так скажем в одном из направлений это научиться самому стать учителем а кто такой учитель это тот кто во первых своей жизни научился плевел от пшеницы отделять да и способен другим других и другим учить хотеть других это делать вот ну прежде всего надо конечно самому то есть надо стать кем совершенным учеником да потом станешь учителем сначала плохим потом хорошим потому что учить тоже искусство но ты никогда не научишь тому что сам не умеешь и это надо научиться поэтому сладкие не сладкие все это у бабушки своя кашка в голове как у нас у всех вот мне было с ней интересно хотя она меня мало слышала она слышала себя рассказывала и ведь поймите вот эти знания я говорю сейчас об этой бабушке говорить даже не знаю я в общем все это говорю проповедую вы знаете да понятно знание ничто вот эти да вся эта история даже на то что она опять опирается опять опирается на то что она прочла и как мы видим человек может все знать и не верить там вечную жизнь верить по-своему в то что просто в детям передаешь часть своей душе и ты есть типа вечность что-то символизм а я лично верю в бессмертие своей индивидуальности личности вот и мне конечно ее как бы она не пела мне эти сказки они чужду моему духу просто моему я моей личности я знаю что я бессмертен какие дети кому я там че передаю у меня нет детей возможно на мне пресечется рот кузнецовых у меня не у сестры нет детей не у меня и что кому это все надо я бесконечно мои родители бесконечно моя сестра бесконечно не от меня так от другого будет идите иисус сам никого не рожал рот иисусовых его нету иисуса христа мы дети божьи как по духу рожденное от духа дети божьи и помните как мне нравятся эти слова когда господь через мысей сказал вы не дети мои по своим порокам мы дети божьи и ими являемся называемся и можем быть ими как он богослов прекрасно говорил если творим если любим кто любит тот от бога он говорил дети божьи и дети дьявола узнаются так кто делает добро и правду истину любовь тот от бога вы все это помните вот это да так что вот так вот лена познякова классно музей истории этот ну скажу кратко да мы все-таки комментарии читаем конечно я буду говорить о питере ролики то питере были музей истории честно такой отстой это это музей лучший или единственный в россии и чуть ли не лучший в мире если честно вы сами все видели стоит ли комментировать я был в шоке вообще от каких-то пары фигвамов каких-то наших там северян а может индейцев я не знаю американских пару каких-то дудочек там и заканчивая пара икон это весь музей честно мне было жутко скучно жутко неинтересно и я просто я вообще я думаю что я увидел это все что у нас наковыряли это называется музей истории религии ну понятно экскурсовод бы там много стоял я могу разглагольствовать не только дай эту дудочку я из нее такую лекцию прочитаю просто в общем все коснусь все расскажу но вот вот негласный музей как я вам его снимал на этом но что там интересного и и там резкая грань вот правда вот с истории большой вопрос человечества как она до нас доходит как и пишет переписывают там огромный провал между как они хотят опять какой-то древностью и вот сразу иконки христианства не знаю я конечно такого музея мягко скажем шоке так лена познякова хорошо бы ее почитать и возможно лена говорит о я там там я видел экспонат вот книги мертвых помните я говорил и я уверен что когда мы прочтем ветхий завет на христолюбие мы книгу мертвых да вообще какие-то интересные книги возможно я буду еще читать но давайте сначала не забегать вперед ветхий завет осилим потом обязательно почитаем и другую достойную может быть литературу у меня кстати на канале на тонна христолюбия читал кто знает там антония великого вот я думаю кстати я хотел сейчас забыл уже хорошо вспомнил я откроете плейлисты кто знает как я читал в каком духе в каком контексте в каком русле они будут они не бесполезны будут людям я все подавал через призму любви то же самое антоний великий если он существовал сами православные многие сомневаются в его существовании и то что как бы ему приписывают вы знаете там очень много полезного ну то что соответствует евангелия всегда и более того даже не евангелия истине как я всегда говорил там можно много чего полезно от себя подчеркнуть пусть я это говорю в контексте православия я откроете ролики и тот же сам православный может посмотреть может он чуть приблизиться к истине вот я сейчас кстати даже пометочку сделаю а то я опять забуду я по-моему а то и все говорю а потом если это сразу не делать то никогда и не сделаешь так что почитаем Дмитрий очень хорошо опять Лена Пизнякова пишет я очень рада была увидеть музей я люблю историю ну я говорю я и к истории конечно соотношусь уже давно очень специфически и музей этот конечно честно я так показываю что я как бы доволен там всем ну или радость или интересно мне что-то может быть даже но если честно конечно так себе мягко скажем так себе на двоечку из пяти лили пишет красивая была молодец что съездил путешественник молодежь у сходил так наверное это так там прекрасно я бы иран я бы в иран поехал бы там персополис было там 2005 году с мамой кир царь правил ну я не был в иранным Кузьма Кузьмич спасибо да не за что Влад Любимов пишет Дим лучше бы на речку пошел птичек послушал сам посмотрел на нам показал или в лес и то больше толку и это все бесплатно ну бесплатно это да по поводу птичек и речки ну я и так в пузевении несколько лет провел да достаточно много и роликов там и птички у меня поют вы все слышите это при записях вот поэтому уж в Питере я ну я и так в основном кто видит и еще ролики вы увидите я конечно старался где природа я так и не пошел в Эрмитаж вот именно да я не поехал в царское село хотя я поехал в Петергоф я съездил но опять же только потому что это природа ну может как природа с человеком вот эти фонтаны и вот само побережье Петергоф весь этот но я не ходил ни в эти музеи уже их ни в дворцы никуда и вообще по Питеру да я не ходил ни по этим дворцам и даже в Эрмитаж ну не мог я себя переселить пойти ну нечего мне там смотреть ходить по этим залам там смотреть не мое это вот так что Нина пишет спасибо брат Дима жить с любовью в сердце так просто и радостно согласен Валентина Малыхина ой 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 куда ж я привет Христалю по мне понравился вид на город сверху и архитектура храма и оформление так что спасибо за ролики ну я говорю Москва если состоит из небоскребов то Питер так как Петр все время запретил строить все что выше Эрмитажа по моему там или как то так и выглядит он снизу красиво вот идешь по этим фасадом вы увидите ролик еще там будут показывать то сверху даже достаточно действительно со смотровой вот этого Исаакиевского собора посмотрит честно такой скучненький бледненький вид вот ну а сам собор ну собор как собор в храме ты излагаешь что что думаешь но я бы эти слова говорила вне здания а то как то что не очень вежливо получается по отношению к тем кто находится в этой в храме в этой вере ну тут я и согласен и могу поспорить потому что не поспорить а сказать свое мнение что все таки во первых это музей я не стал показывать и даже фотку не сделал там была тетя бабушка не знаю стояла с табличкой типа руки прочь от храма или что-то такое кто знает сейчас церковь обратно все по себе прибирает все эти музеи все эти храмы вот и чтоб деньги естественно все полностью сейчас они идут в казну и вроде как на налоги но кто знает от церкви мало что получают но от этой православной там все они себе по карманам пихают на самом деле вот даже то же самое государство по больше добрых дел творит и вот этот весь мир содержит чем церковь она так знаете крохи со стола господ там если падают и она стояла и знаете как я с ней поговорил где тоже минут я никак не записал ничего она говорила что это одиночные пикеты мы постоянно кто-то здесь стоим но там есть группа активистов типа вот чтобы этот храм не прибрали хотя год кусочек там уже там как-то отхряпали играет целиком хотят заграбастать по сути это все-таки музей а в музее я в принципе могу высказать все что я хочу да то есть он принадлежит народу что и сейчас и вот многие даже это отстаивает поэтому в принципе себе зашел к ним в гости так скажем да в их личную собственность там веры то сейчас это музей на самом деле городской музей российский да вот храму как угодно назовите вот сами все видели там туда пускают всех сатанистов иноверцев грубо говоря там нет никакого не контроля не фейса не дресса вот не национального не религиозного поэтому в принципе в музее я могу сказать все что я хочу вот если они его приберут обратно и это будет их не святыня так скажем внутренней и они там будут как-то контролировать или еще что-то да а в принципе за этот ролик они сами разрешают снимать то есть я почему свободно вы мне должны ютубе не могут запрет дать у них нет права на это я не оскорблял я высказал свое мнение аж я там в принципе я всем грудно услу я говорю я тогда каждый ролик мой оскорбление вы знаете как я отношусь к религии и ко всем заповедям этим человеческим и всем этим бредням поэтому а высказал я это там или сижу в своей вот комнате но не знаю это музей публичный общедоступный мировой музей он не принадлежит православным пока я кстати я почему я с этой бабушка солидаря надо было с ней сфоткаться она нам против бы не было да вот так вот поэтому я тут не могу согласиться что прям однозначно по крайней мере надо было не надо было да я старался контролировать свои речи вряд ли там сказал что-то оскорбительное прям вот такое а мое отношение вы знаете к религии где я высказываю это музей так что вот так вот спасибо дима за экскурсию очень понравилось не напишет с украины ваше общение рассказ интеллигентной женщины альбина николаевны понравилось хорошо влад любыми в бабушке лайк жаль не удалось лицезреть это замечательного человека но я снимать ее не стал именно у ютуба есть такой минус или плюс что да вот эти знаете там а права там могут пожаловаться я поэтому не ролики там какие-то стараюсь где люди люди там что-то но голос вроде бы тут даже снимаешь вон если музыка играет известная просто у тебя на фоне и youtube и распознает могут там жалобу страйк кину чем в автомате это делается потому что это там музыка или видео отрывок с авторскими правами уже у кого-то если интеллектуальные машины искусственный интеллект уже распознает ее тебе автоматически мог там ролика я поэтому просто считаю что без этого можно пережить и ролики свои стараюсь делать такие беспроблемные в этом плане вот и все вот и там бабушку это показывать ну голосу ладно вид ну где-то ведь тоже получается рискую я не стал не спрашивать и естественно без спроса записывать ну аудиозапись выложил хотя может это правильно неправильно тут тоже от колебаешь в таких моментах вот так вот надежда тише ли пишет спасибо мне интересно было вас слушать на здоровье приветик сестры это самая любимая димка молодец хоть развелась и ну да то есть людям конечно интересные рис все вы знаете мне даже канал есть беседы христолюбцев если б люди высказывались и не стеснялись и потом сами не жаловались не зря этот канал беседы отделил он отдельный штамм вообще непонятно человек сегодня по нигерике сколько уж меня такого было потом по всем кочкам проносит тебя и всякой грязью поливает и ролики просят удалить из ничего со мной общего иметь не хочет поэтому таким вещам вот не поймешь как это относиться я ты за эти вещи я считаю что надо себя в жизни все-таки вести достаточно открыто в этом плане да ничего там эти все авторские права да я на все ролики поставил лицензии так называемая с с крейти в коммонс то есть можно их дублировать переписывать да и плюс я вот голосовой даю вы можете это вырезать и в ю тубе считается доказательством то что я вот публично сам участ своим голосом разрешаю своим видео и ко мне может ю туба специалисты обратиться если будет если вдруг я сам же жалобу напишу а тот мой ролик сбросит где я вот разрешаю и youtube скажешь ну ты же сам вот разрешил вы пожалуйста может даже в плохом контексте нарезать только у себя гру пожалуйста у меня там в комментариях гадить я не позволяю дальше роман или прикольно интересно хоть если честно я не верю музею ну я говорю я сам к этому отношусь вы знаете как но чистому все чисто можно спокойно на все это смотреть я говорю если вы способны плевел от пшениц отделяться и причем надо этому учиться и не бояться этому жизни надо не бояться учиться это обязательно иначе вы так и останетесь на уровне ребенка духовного младенца если вообще может быть жизни надо не бояться ничего и быть твердым в своем убеждении а то вот еретик заткните ему рот его нельзя слушать да если человек колеблется он и так поколеблется человек должен стать твердым сам учителем нас господь к совершенству призывал я говорю а мы все из яслей духовных выбраться не можем апостолы писали это вам самим уже надо быть время учителями а мы все в игрушки играемся бубенцы трясем так виталий сидоров пишет к ролику о неедении этом писал дмитрий не соглашусь с вами что неедение это невозможно возможно другое дело какую цель преследует человек этим своим неедением какой дух он подогревает в своей душе мне я не соглашусь с тобой виталий дорогой потому что я за жалко от перепискать надолго вопросов как отвечать верить я тоже отвечаю комментариям а в нем у меня еще в комментарии куча вопросов да я бы если бы была беседа так бы было проще если не согласен и хотел бы со мной на эту тему подискутировать ты сам-то не ел сколько день два три неделю год и там-то речь шла а вообще неедение вот имя есть люди в частности та девушка я уже забыл к ее зовут ролик записывал уже недостаточно давно получается и те кто ей подобные до этого всю жизнь были те кто проповедует полное неедение и на всю жизнь ты сам-то это делаешь тепло честь не то что был опыт у тебя должен быть ты на сегодняшний день должен есть ты сам не ешь по проповеду что это возможно люди очень часто рассуждают вот на абстрактные темы понимаете на тот что они где-то почитали ягру давно отошел от этой всей мудрости так называемый буквоетской в жизни есть одно только даже та же самая любовь о ней можно говорить и не делать меня кстати в этом тоже упрекает но любовь то на любовь это только слово она стоит из дел и дела разные это опять же не только те дела которые вы придумали что я должен их делать и вам кажется если я вам это делаю а это не делаю то я вас не люблю вы меня мерить только пока по своей мерке а как павел горел мне все равно кто и что обо мне думает мне главное что думает а мне господь я конечно сам я подвязаюсь и любви анализирую свои слова поступки но сужу я сам себя не вы же меня судить будьте а я сам себя сужу когда поступаю что-то а в конце судит меня господь до тел я сам сужу себе рассуждаю правильно поступил неправильно или думаю как мне поступить как мне сейчас выбрать то есть я рассуждаю перед поступком и сужу себя после поступка а потом уже господь после того как я рассудил что-то сделал еще подумал слушать что-то эффект не тот получился да а когда вы мне там ты чтё вот и вот там о любви а вот так вот делаешь это лишь ваш суд это еще он не говорит что истинно вы не боги поэтому я проповедую любви и любовь живу по любви стараюсь может я ошибаюсь надо может у меня не получается но это мне судить себя самого вот со стороны мы можем друг другу говорить что-то комментировать да но судить нет вот и по поводу всего вот этого не соглашусь возможно ты сам не ешь но откройся миру помните как братья иисусу говорили покажает все пустые слова я пробовал хотя бы вот холодать на мокром не неделю да я вот им в мире никогда не видел не едящего человека опыта скажи мне что ты не ешь и я завтра к тебе приеду на край света скажи что ты не ешь и пригласи меня я с удовольствием в этом мне все это не чуждо я говорил с одной стороны просто в концовке потом все эти иллюзии рассеиваются а так пожалуйста лучше не есть и хорошо денег не надо можно жить тогда правда говорят тогда уже и мерзнуть перестаешь и всего я тогда жить буду я пытался это хоть как умею ты так живешь а тогда это все в рассуждение ничего не стоящий ноль просто к сожалению и к сожалению даже не ноль они дают отрицательный эффект что мы несем ложь по сути это же невозможно а возможно докажи что это возможно покажи человек ты знаешь его сказки эти до мифы там о йогах которые так делают где-то там в горах кто-то сидит ты увидел ты с ним провел год в неедении так что так вот поэтому я уставлю дизлайк я не согласен с этим опыт да истина правда ты знаешь это нет тогда лучше об этом помолчать алекс чупырин пишет дадим в этой земной жизни будем учиться всегда в новой жизни с бессмертными телами будем совершенной и ничего не чистого не будет и тогда будем радоваться и жить я хочу один ролик еще записать о не делай этого но тоже о любви понятно как я это делаю да но вот в таким контекстом скоро вы его увидите так спаси христос и тебя дорогой владимир сергей дудко пишет кролик о любви спасибо дима за твое служение очень изъедательно но хотелось бы узнать твое мнение на учение иисуса которому он учил что пользы что вы любите тех кто любит вас и одалживайте тому кто отдаст так поступает и книжники и фарисеи но если праведность ваша не превзойдет книжников и фарисеев то не войдете в царство божье я вот уже читал этот комментарий я немножко не пойму вопроса во первых я ролик писал о любви к врагам до любителей не любить врагов а сергей пишет как бы хорошо но хотел узнать твое мнение научение иисуса а любви по сути что толку любить ближние такие написал что я уже в априоре ролик поставил вопрос о любви к врагам это раз то есть я ролик писал не о любви к любящим он же говорю он же приводит цитату иисуса да о том что толку что вы любите любящих ваш и книжники и фарисеи делают это я чет не понял я просто я и вот именно что я и так ролик записал не о любви к ближним а любви к врагам причем как это в делах проявляется да и что это не сердечное чувство невозможно любить зло а этот человек сейчас несет и творит зло тебе или кому-то ты не можешь и он от этого зла не отделим сейчас до зло не существует до зло не имеет сущности не имеет бытия и она кстати в этом бытие растворяется его просто не существует его можно также изгладить элементарно человек может простить и забыть тот причем человек против кого-то раз за зло и он этим его уничтожает побеждай зло добром вы помните говорил павел и это суть бытия поэтому я немножко не пойму и второе я просто не полон либо если это отдельный вопрос то об этом я тоже просто много раз говорил мое мнение об этом в каждом ролике потому что здесь контекст иисуса он ставит противоположность чего если ваша праведность не произойдет праведности книжников и фарисеев то есть господь говорит что праведность она не в этом кто такие книжники это те кто говорят образно говоря человек не может не быть богословского образования то не суть важно хотя здесь по сути речь о них но это даже те люди у которых это все как господь говорил у вас на устах а сердце далеко то есть природа ваша далеко от этого на устах вы хорошо чтите бога может даже человека люблю люблю и иди иди с миром грейси питайтесь помните как как потом говорил что толку вот это книжники по сути это не просто богословы это все люди это все пустослов у которых на словах любовь и почитание бога а на деле не любовь к ближнему то что любу кто любит бога любит ближнего тот любит бога это всегда да пребывающий в любви к человеку пребывает в любви к богу вспомнить слова и на богослову то надо кстати поставить вот эти слова бы были там вообще не лишними что же пребывающий в любви к богу пребывает в любви к богу это же тавтология там Но понятно, что пребывающий в любви к человеку, к бытию, к природе, к животным, пребывает в любви Божьей внутри себя, и в любви у Бога, и к Богу. Тут все можно сразу подставить. Все на свете. Да? Вот. Это что касается книжников. Ну а фарисеев? Уж об этом я не знаю. Сергей вроде меня слушает, он с Белоруссии тоже проповедует, благовествует. Ну уж в моих роликах о том, что праведность фарисейская, а кто это такие? Это люди, исполняющие предания, заповеди, культы своих старцев, людей, до них живущих в этом культе. Уж это вообще никакой. Это праведность, хоть Господь даже употребляет это слово «праведности книжников», но это в кавычках надо слово взять от начала и до конца. Праведности книжников. Конечно, это ничего, это никак. Наша религиозная жизнь, она никак нас не приближает к Богу. Наше сердце от этого не меняется. Сердце наше меняется только в любви. Природа человека есть любовь. И подвязаясь и возрастая в этой природе, в этой учении, в этой любви, в изменении своей природы, ты приближаешься к Богу, ты становишься Богом. Яко Бог. Религиозное соблюдение правил, обрядов, традиций, культовых, всех этих вещей никаким образом тебя божественнее не делает. Здесь об этом Иисус говорил. Так я об этом говорю в каждом ролике. Поэтому не знаю. Мне как-то комментарий и вопрос Сергея показался честно странным. Либо он мне все-таки редко смотрит, отрывками какими-то, я не знаю. Об этом я говорю. А ролик в частности, просто уже эту тему, о любви к врагам, я просто развил. И причем это был третий ролик на подобные, на эту же тему, подобный ролик, уже третий, я как-то говорил. Что любовь к врагам, не надо терзаться. То есть к людям, творящим против тебя зло, или даже любому человеку на земле, у тебя не может быть сердечного тепла. Но умом ты должен сотворить ему, заставить себя, ум, ум, сердце царь этого королевства, где невеста, чувства, Ева, да? Этот Адам должен понудить этого человека сделать добро, и этим добром, этим делом, добро, каким-то словом или делом, победить это зло в человеке, покорить его этой любовью. Вот это да. И тогда, когда этот человек будет любящий тебя, а человек проникнется к тебе любовью, когда ты ему на злой любовью ответишь, вот тогда у тебя к этому и станете братьями настоящими на земле, и сестрами, как угодно. Вот так вот. Поэтому, не знаю, я даже сейчас, мне кажется, ответил, но об этом я говорю постоянно. Что праведность книжников и фарисеев, пока у вас, пока вы не превзойдете ее, никакого пользы в этой жизни вы не приобретаете. Об этом я говорю постоянно. Валерий Матюхин, спасибо, Дмитрий, за простые и понятные слова любви к врагам. Я тоже думаю, что Христос не призывал целовать их в попку, как своего младенца. Скорее, не отвечать им тем же, не поступать, как они, а просто быть выше или в стороне. Многое зависит от того, что или кто в нас. Полностью согласен. И аминь. Все верно. Ну, я вот запишу еще ролик. Вы знаете, я там сейчас не буду разглагольствовать, а то растяну на целую проповедь. Я говорю, как минимум, действительно, и это великое дело, кстати. Я вот хочу поэтому на эту тему именно проповедь опять просто кусочком чуть пожевать часть вот этой истины. Я одно из дел любви. Это не сотворить зла. Это немаловажно. Я вот хочу об этом ролик записать. Это очень важно, вы знаете. И это, кстати, отличает. Я открою некоторые вот эти мысли свои, и вам откроются многие места Писания. Помимо того, мы помним прекрасно, не твори зла, убегай от зла и делай добро. Это Псалом его, Петр цитирует, Павел, да. Это те же самые слова, что мы знаем в Писании у апостолов, кто... Я вот сейчас мало, я не читаю Новый Завет. Вот, я вот забывать стал все эти моменты. Вы помните, где кто свят или кто рожден от Бога, тот не грешит. Вот помните. И все думают, как же это так? А я вам расскажу, как. Есть разница между все-таки грехом и добродетелью. Это не значит, что если я не грешу, грубо говоря, не творю зла. Грех – это зло. Я не грешу, я не творю зла. Это не значит, что я еще творю добро. Но я вам скажу, что даже творение добра – это хорошо, и это совершенство, и это высота. Но и не творение зла – это тоже благо все равно, да, и немаловажное. Я говорю, если раньше мы тоже были вспыльчивыми, тут же могли человеку ответить, да, поругаться, поскандалить. Не делая этого, не сплетничая с кем-то сидя, не осуждая никого, не перемывая косточки, да, не творя заговоров, грубо говоря. То есть даже не делая добра, но не делая зла – это великое дело. Я все время просто я там буду говорить в проповеди. Много ли я вот думаю, я вот изменился, все равно мало что можешь. Я не могу воскрешать мертвых, исцелять больных, там, миллионами всем помогать. Кажется, ну что же я делаю? Сильно ли я изменился в общении? Проповедуешь? Ничего сердца как будто это не касается, да, в миру там вот я с людьми с живыми по интернету. Да нет, вы знаете, и от моих проповедей люди все равно что-то узнают об Иисусе, слышат. Моя жизнь в соцсетях, все знают, все одноклассники, они, наверное, думают, Дима там. А я не скрываю этого, и это их когда-то их это тронет, может быть, уже трогает. Я не знаю судеб и результатов своих, этих вещей своей жизни. Вот, и все равно кому-то удалось помочь, и это хорошо. Но вы знаете, я сейчас просто все вот скажу, я говорю, я понял, что все-таки я тогда сильно изменился. Я говорю, там, грубо говоря, бросил пить, курить. Это же немаловажные вещи, да, материться, ругаться, кого-то поносить, вот это все, злиться, да, мстить там. У меня все тоже было, и это немаловажно. Вот об этом я скажу отдельно. Хочу ролик записать, да. Тут вот Валерий написал просто, что да, оставаться в стороне. Да, вот именно то. Хотя враг причем может не принять от тебя любви-то, она ему не нужна. Он тебя ненавидит. Иисус, помните, хотел дать им любовь, она им не нужна была. Они ненавидели его именно за эту любовь, которую он дарит другим, проявляет ее тем более. Вот, и именно вот это вы помните Иисуса молчаливого уже. Можно сказать, втайне творящая-то любовь, хотя он явно эту молитву произнес на кресте, но чтобы для нас, чтобы мы все понимали. То есть внутри он умолял там отца, да, хотя он и отец одно, чтобы вот не вменил им греха, ибо не ведают, что творят, да. Но явно она им не нужна. Хотя, я говорю, кто признает Иисуса Богом, тот поймет, что он их своей пуповиной, как каждого человека, своей ниточкой энергии, света и любви, именно этот человек живет благодаря Богу. Он может прожить действительно без еды и без воды. Жить он будет только потому, что Бог дает ему жизнь. И он им давал жизнь, он им давал силы вбивать и свободу, вбивать ему эти гвозди, осуждать его, вбивать, убивать, протыкать, унижать, плевать на него. Именно Бог. Но он не мазохист. Он просто создал человека со свободой воли и не нарушает эту свободу, имея, почему, силу сам в себе. Дать человеку эту свободу. Нам бы всем этому научиться. Дима Вильс пишет. Тоже вспомнил про, когда любите любящих вас, то что особенного делаем. Мне кажется, это все... Слушайте, ну раз двое людей обратили на это внимание, я не помню, что я там конкретно сказал. Может кто-то что-то не так понял или я не знаю. Мне кажется, это все рационализм. Ты мне, я тебе. Система симпатии и антипатии. Поощрение и наказание. Хотя каждый слышит то, что он хочет, вы это знаете. Я пытался донести одну мысль, не факт, что человек ее уразумел. Ради этого никакого Иисуса не нужно. Действительно, достаточно унылого буддизма. Любовь это чувство, когда сносит крышу. Я испытал когда-то не раз. И это способность светить для всех без разбора. Солнце светит и на праведных, и на неправедных. Зерно бросается и на хорошую почву, и на плохую. В общем-то, Божий дар, чудо, вдохновение, счастье, оргазм. И не надо путать его с обычной яичницей. У меня самого этих яичниц записано на три жизни. А вот с любовью проблемы. Но я тебя, тезка, ровным счетом ни в чем не обвиняю. Ты из лучших, а не из худших. И, наверное, лучше воробей в руке, чем журабль в небе. Вполне возможно, что Иисус журабль в небе. А люди так никогда и не будут летать. Ну, в принципе, я уже наговорил вам тоже достаточно. Уж не буду тоже тут комментировать. Я и к тому ролику о любви опять повторился. На Сергея то, что там комментировал. И сейчас еще кое-что сказал. Ну, каждый слышит то, что он слышит. Не факт, что меня правильно просто там поняли. О любви к ближним. Я все-таки говорил там о любви к врагам. Но, по крайней мере, ту мысль хотел донести. Ну, хотя вот Александр Скачев пишет. Когда любим любящих, то какая нам награда? Я говорю, я уже честно. Я же не могу помнить все. Я даже сам в свои ролики. Ну, что я сказал на сердце, что лежал. А что я там? В каком духе? Я понимаю, что мысль о любви к врагам. Это одно и то же. Я повторяю, я не колеблюсь и не разные вещи говорю. Ну, в каком русле, что я там наговорил за полчаса? Каких тем? Вы же видите, всегда расплывается. Я же свои проповедь тоже знаю. Начиная об одном и что-нибудь опять скажу другое там. Так-то, конечно, любовь к врагам. Я всегда вот хочу вот эту мысль подчеркнуть. Ноги терзают, что ты должен, да, там, правильно сказал Валерий, в попу там расцеловать его. Нет. И действительно испытывать к нему, как вот тут пишет, что типа Димка. Что типа башню должно сносить. Нет. Как может башню сносить к садисту, который тебя мучает? Когда любим-любящим, Александр пишет, какая нам награда? С врагами как-то проще. У меня их немного. А вот с женой конфликты бывают. Тут порой подвиг нужен, потому что дела любви как должны воспринимаются. И нужно вдобавку к ним еще и чудеса творить, хоть иногда. А я воду, вино или бумагу в деньги превращать пока не умею. Но жизнь за нее и детей готов отдать, как каждый нормальный мужик. Тут я хочу сказать Саше, что в принципе-то врагам это не только значит, что это человек, который вот как Иисус сказал бы, кто ему там эти фарисеи или толпа эта бесноватая, которая его осуждала, унижала и казнила. Все-таки врагами, пусть учение Иисуса, так скажем, в евангельском смысле имеется в виду, вы помните, как сказано, я вспомню слова же Иисуса, враги домашние его. Или Павел, что-то я уже забыл. Ну, Господь говорил, что кто любит, а меня, да, и будет отец против матери, то есть против, против, от лицом к лицу, это враги, да. Ну, хотя лицом к лицу, может быть, опять в хорошем контексте, помните, Бог беседует со своими праведниками лицом к лицу. Вот, и поэтому враги домашние его, ну, вот эту вспомним фразу. Так что меня тоже, может быть, неправильно поняли. Врагом называется тебе каждый человек, кто против тебя духовно. На данный момент это может быть и жена, и дети, и родители, и бабушки, дедушки, племянники, соседи. Вот, так что я тут не имел в виду, что это прям какой-то враг, который просто жаждет, там, твоей крови, или какой-нибудь вор твоего имущества жаждущий. Нет, это любой человек, который сейчас против тебя. И вот как поступить с ним, как ответить, не ответить на зло, там, жена, может, разъярилась, уже посуду бьет, может, даже об твою голову, и ты, вот именно, не вбиваешь ей все зубы, это уже любовь к врагам, да. Ну, как-то вот так вот я хотел, наверное, сказать. Так, кролику о Питере Надежды пишут. Здорово, в Геленджике не видела таких вывесок, что ходить без маек нельзя. Ну, я там говорил, отдыхающих бывает по городу, в купальнике ходят, а у нас все-таки Северный Кавказ так не принято. Ну, вот, принято, не принято. Так, ну, в Геленджике я реально видел. Я, по-моему, в Геленджике, я тогда попутал, вот я не помню. А она, по-моему, потому что практически в один день и там, и там были. Я, честно, не помню, где я видел эту табличку. Со своими, кролику не едение, древними людьми. Древние люди, которые бегали за завтраком, жили по 20 лет. Ну, по 20, мы ничего не знаем, сколько они там, правда, жили. 20 лет, не 20, кто знает. Всю жизнь была полиция, войны, да, они сейчас кровь льются. Влад пишет, христолюб, путешественник, не турист. Спасибо, интересно было посмотреть. Ну, про Питер. Ну, путешественник, не турист. Ну, да, ну, это надо все в определении, наверное, дать путешественники и туристы. Хотя по Википедии посмотреть. Даже не знаю, что Влад сюда как бы вкладывал. Я могу свое просто вложить. Так, ну, такие ники мне всегда нравятся, да. 2-3-2-5-4-1-2-1. Интересно. Проповедуете ли вы, хотя, по-моему, было, кстати, другое, о вечных муках и где можно посмотреть ваше видео о разоблачении православной веры? Вы поддерживаете связь с Евгением Девятьером? Разве он не занимается лжеучительством и распространением ереси? Ну, отвечаю на каждое отдельно. Проповедуете ли вы о вечных муках? Нет. Как можно проповедовать о вечных мухах, тем более христианин, если вечность и Бог – это одни и те же слова? Бог и вечность. Значит, вечная любовь? Или Бог – это скорби, страдания и несчастья, и муки? Нет. Я уверовал, познав любовь Божью в том, что Он положил за нас душу свою, дав нам пример в себе, образец жизни. Я познал ее, как Анна Богослов пишет, и уверовал в нее. Я уверовал в любовь Божью, которую Бог сам явил нам, воплотившись. Поэтому, как я могу проповедовать вечные муки? Я проповедую вечность, любовь и свободу выбирать, верить в это или не верить. Хотя в вечность верим, мы не верим. Тебя закопают, ты будешь дальше жить, ты уже умереть не можешь. Такой Бог плохой создал тебя бессмертным, ибо Он сам бессмертен. Поэтому это мало. Поэтому ты просто вечно в априори. Хочешь ты этого или не хочешь? Потому что это бытие, оно просто есть. Отказаться от него вообще. У тебя выбора нет. А вот свободу выбирать, любовь, у тебя есть. Поэтому бессмертие, которое от тебя не зависит, свобода, которая от тебя зависит, в чем? Избирать любовь или нелюбовь. Все. Вот три вещи, которые я проповедую. Бессмертие и свободу избирать между добром и злом. И жить в любви. Вот и все. Как я могу проповедовать вечные муки? Да, муки существуют, страдания существуют, да мы все знаем, кто не знает. Ну, ударьте себя сейчас вот так. Больно, больно. Ущипните себя. Больно, больно, неприятно. Да, головой можете об стол удариться. Я этого делать не буду для примера. Больно, больно. Муки, муки. Вечные. Ну, не бейся, не будет больно. Так что, надеюсь, на этот вопрос я ответил. Где можно ваше видео посмотреть о разоблачении православной веры? Ох, ну на эту тему. Так, истина, христалют, лайф. На канале у меня есть плейлист. На канале у меня есть, как он там называется, плейлист. Ереси, секты, лжеучения. Я вот прямо сейчас копирую и добавляю в комментарии нашему комментатору. Отвечаю. Вот он, ссылка на плейлист. О ереси, о всякой подобной нечисти. Уж у меня этих роликов за глаза. Вы поддерживаете связь с Евгением Девятьяром? Разве он не занимается лжеучительством и распространением ереси? Я еще раз объясняю за Женю и подобных ему. И не только ему, и подобных. Иисус общался со всеми. Проповедовал он любовь. И все его долбят, а я его люблю. И любовь свою проявляю в делах. Я не выношу его мозг. Мы можем общаться, мы общаемся. Этот человек меня всегда встретит. Этот человек меня всегда накормит. Этот человек меня всегда поцелует. Целованием святым. Помните, как апостол Павел писал? А все эти праведнички, которые все хорошо знают. Книжнички вот эти вот. Или просто бабушки, но готовы глотку мне перегрызть. Мне с ними связь поддерживать? Нет. Враг моего врага, мой друг, это не ко мне. Очень многие, вот вы кто и знает эти секты, это же сам православная. Они же там тоже между собой глотки грызут. Найдут общего, и они порой объединяются, знаете, просто найдя общего врага. Три шестерки, католики, гомики в церкви там у них. Что у них еще? Еще что-нибудь. Они вот по этим кучкам кучкуются, вы знаете, на каком фундаменте ненависти к чему-то или к кому-то. И это их объединяет. Враг моего врага, мой враг. Потом, очень часто, он в этом человеке или в этой кучке находит врагов. И еще они так. И вот они делятся. Их именно ненависть объединяет, и она же разделяет. Но объединяет в более мелкие, разделяя на более мелкие. И в этих мелких объединяя, но на время. И потом еще разделяя. Итак, ненависть она делит, а любовь она созидает. Любить нам всех заповедано. И это Павел говорил не есть с еретиком. Женя честный, открытый человек. Он, кстати, от христианства отказался. Именно из-за таких, как вы. Именно. Из-за вас. Из-за этих сектантов, в которых он был. Брахман этого. Из-за этих протестантов, всех пятидесятников, паптистов и всех на свете. Из-за этих православных католиков, которые, кроме культа, обряда, и ничего больше всей вот этой ереси, и знать не хотят, и готовы тебя сдалбить. Именно из-за этого. На самом деле, кто за ним наблюдал и видел, уже не то же, как и у меня в свое время, вот, год назад. Подошла эта точка. От христиан уже тошнит. Вот так вот. Единицы здравых, нормальных людей. Кого это учение не повредило, а даже, наоборот, лучше сделало. А основная маза, как Господь, еще хуже стали людьми. Были грешниками, а стали кем? Праведниками. А по сути, сатанистами. Они-то теперь истинно, Бог-то с ними, с нами Бог, на бляшке у них написано, как у фашистов, и пошли головы рубить. Эти люди стали всех ненавидеть. Всех неверных, всех иноверных, всех инакомыслящих. Такой был Иисус? Нет. Он спорил с книжниками, с фарисеями. По закону Моисея, да ему дел до него никакого не было. Он говорил, вы за что ищете убить меня? Он даже обвинял только в том, что они имели личную нелюбовь, ненависть к нему. И причем проявить ее хотели, и им это удалось, ибо он им это позволил убить себя. Вот и все. Да, я поддерживаю связь с Женей. Он адекватный человек. Это как минимум для вас сказано, чтобы вы тоже могли поддержать, если хотите, эту связь. И в чем он ересь? О любви стал говорить. Когда в протестантизме он хоть и говорит, что говорил, но я-то ролики увидел. Вот внутри в нем всегда сияло. Ему даже теперь кажется, что он все время говорил. Нет, я смотрел эти ролики его. Я думал, Жень, когда же ты заговоришь-то о любви? И он заговорил о ней. И я рад этому. А то, что он от всего христианства отказался, включая Иисуса, так скажем, так это из-за вас. Из-за вас. Вот из-за таких христиан. А кстати, то, что он к христианам до сих пор с уважением относится, иногда даже что-то я прям вижу, как он сдерживается, это из-за таких, как мы, я. Который показывает эту любовь. И он, возможно, даже знает, что я смотрю этот ролик, не говорит чего-то хольного, обидного. Он сам говорит, я много чего могу там. И он этого не делает. Почему? Потому что он понимает, что это любовь. Мне будет неприятно. Вот и все. И вам выбирать, на какую сторону становиться, и как проповедовать. С палкой рубить мечом истину, головой. Или любовью человека покорить. Я выбираю любовью. Это проповедую и делом. И словом, вернее, и делом. Он знает мое мнение. Он знает, я не скрываюсь, я открытый. И на словах, и на деле. И в личку ему это говорю. Что я вот такой, а я вот верю. А не знаю, я всем чувством знаю, что Бог воплощался. Всем наутром своим. Я знаю, что он так говорил. А если какие-то слова мне даже колебают. Вот я спокойно приписываю человеческим ошибкам в Писании. Даже в Евангелии меня что-то не устраивает. Да, Бог этого мог не делать. И все. Я живу спокойно. Он это знает. Я своего мнения не скрываю. А его свободу ценю. Так что... Ереси там, не ереси. Все это... Да вы любовью покорите человека. А мы только вот за эту мнимую внешнюю праведность боремся. Алекс Чуприн к Питеру. Да, Дима, прошел много. Я бы не смог. Интересно там все посмотреть. Так... Викуля пишет. Замечательный ролик. Спасибо. Ты пророк, который я говорю. За труд твой благословен тебе, братик. Спасибо, Викуля. Андрей И. Добро пожаловать. Ну это про Питер. Спасибо. Александр Ткачев про Питер. Супер. В 90-е в Ленинградский рок-клуб был для меня центром инакомысля. Теперь твоим каналом довольствую и слава Христу отдыхать. Дорогой. Ну спасибо. Лили пишет. Супер. Я тебя обожаю. Да не притнется нога твоя, камень. Радуйся. Я стараюсь всегда радоваться. Нина Стекер пишет. Кролику ты пророк. Благодарю брат Дима. Очень правильно. Жить в любви, свободе и радости это прекрасно. Спасибо, что ты помогаешь людям обретать эту свободу. Спаси и сохранить тебя Христос. Да чем нас больше таких будет, тем мир будет чище, светлее и радостнее. Сам так живу и другим советую. Будьте счастливы. Не забивайте себе ничем в голову. Елена пишет. Обожаю этот город. Ну ничего. Димуля. Там у нас должен быть дядя. Я его никогда не видел. Было бы хорошо, чтобы встретились. Ты засвидетельствовался ему о Христе. Ну я не встретился и не засвидетельствовал. Валерий Матюхин пишет. Приветствую, дорогой брат. Спасибо за слово. Отмытая от религиозной грязи. Ну опять кролик, вот ты пророк. Оно действительно исцеляет и поднимает с колен. После знакомства с твоими проповедями я понял, что абсолютно совершенен во Христе Иисусе, как его новое творение. Он действительно не бракодел. Это я, еще зеленый, как помидор, в смысле незрелый. Теперь же, благодаря твоим делам любви, когда понимаю, что такое свобода, вечность и любовь, знаю, что мне нужно делать, чтобы стать красным помидором. То есть достичь полноты зрелости. Господа нашего и Бога, береги себя, ты нам нужен. Ну спасибо, дорогой. Я, кстати, на этом комментарии чудесным закончу. Как раз, гляньте, 60 минут, ровно час. Давайте передохнем. Я тоже чуть-чуть передохну и продолжу писать. Потому что получится, так как не получилось у меня писать их по субботам. Валерия, я хочу сказать спасибо. Я говорю, мне нужны эти комментарии, что значит, что просто людям это действительно помогает. Ну как это может не помогать, вернее, я не сомневаюсь, что это помогает, а что действительно есть свидетельства такие, это здорово. Потому что действительно, кроме любви, бессмертия и свободы, выбирать в этой природе, ну как я говорю, в принципе, в вечность там верим. Чуть людей убеждать, что Христос воскрес. Это все, ну, закопает его он сам убедится. Это все, а вот внутреннее наше, вот эта краснота помидорности нашей зависит действительно только от нас. Мы абсолютно свободны. Потому что даже смерть, ее не существует. И, конечно, страх смерти может человека заставить избирать не тот, не то дело, не то поступок. Но те, кто вот именно верят в это бессмертие, оно просто им действительно, если он колеблется, да, ему эта вера здесь нужна только по той простой причине, не потом убедиться, как я говорю, а здесь. Чтобы действительно тогда освободиться тоже. И тогда, зная, что ты бессмертен, веривая, хотя ты это чувствуешь всем своим утром, действительно подвязаться в любви. И тогда даже, когда ты будешь страхом смерти, какой-то угрозой, ты изберешь благо всегда. Не важно, что это. Стояние за истиной, в горящий дом за человеком пойти, да, уже будет неважно. Поэтому это, конечно, вот это, я бы сказал, даже не вера, слово очень хорошее, признание. Признание своей природы. Потому что душа, внутренний младенец сначала, потом взрослый человек, он это знает. Вот это тело внешнее, вот эти вот мозги, они обычно противятся, потому что этот умирает. Кстати, вот этот мозг тоже, да. Поэтому они и противятся этому. И вот признав это, тогда у тебя будет все хорошо. Вот. Да, кстати, только что я ввел смс-ку от Валерия. Тысячу рублей пришла на добрые дела. Спасибо. Все, все куда-нибудь по назначению. Обязательно вы все знаете. Помощь всегда нужна. Вот. Хотел лично высказать поклон, высказать благодарность и от сердца благодарность. Ну все, давайте до связи в следующем ролике. Почитаем, что у нас дальше. Пока час достаточно, а то устали уже. Все, всех люблю, целую, обнимаю. Пишите ваши комментарии, я всегда, видите, с радостью и удовольствием их читаю. Ставьте ваши лайки, кому полезно, действительно, зидательно, отрадно мое служение. Это важно для меня тоже. Вот. Это мотивирует на служение. Это действительно всегда, всегда отрадно. Все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok